На встречу с главой района были приглашены 8 руководителей различных организаций и один индивидуальный предприниматель. Среди должников оказались компании МИКа, Гемаинвест, Глобал Плейс и другие. Цель совещания – не только установить точные сроки по оплате за должности, но и выяснить, по каким причинам неплательщики оказались в такой непростой ситуации и могут ли власти им чем-то помочь. У нас не только фискальная комиссия, но мы еще и пытаемся вникнуть в суть проблемы. Там, где в наших силах вам помочь или подставить плечо, мы готовы. Только мы призываем к честному, открытому разговору. Комплексная программа по погашению долгов уже дает свои результаты. Объем задолженностей сократился. Объем задолженности у этих должников составлял 368,1 миллиона рублей. По результатам проведенной работы сумма задолженности у этих должников снизилась на 23%, где-то. А если в суммовом выражении, это составляет 84,7 миллиона рублей. На комиссию неплательщики налогов должны были предоставить платежные поручения или графики погашения долга. Однако не все с пониманием отнеслись к просьбе районных властей. Некоторые предприниматели вообще не подготовились к совещанию. Выручку вы не знаете. Сколько вам не хватает на погашение, вы не знаете. Куда деваются деньги из кассы, вы не знаете. А хочется спросить, что вы там вообще делаете. Вы номинальный директор, подставной, вас кто-то использует? Нет. Есть какие-то люди, учредители, которыми вами манипулируют? Все 20 лет я. Удивительно. Пока это не совпадает с тем, что вы озвучили. В таких ситуациях помочь предпринимателям нельзя. Сотрудничество с властью возможно только при честном и открытом диалоге. Андрей Иванов подчеркнул, что выжидательная позиция предпринимателей, которые надеются, что все разрешится само собой, изначально неправильная и долги придется отдавать в любом случае. И если предприниматели ничего не сделают для того, чтобы ликвидировать свои долги перед государством, то следующие встречи уже будут проходить в суде. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.